Здравствуйте, это Укрлайф ТВ. Мы продолжаем наш эфир. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Гейтман и медицинский центр «Призма». А с нами на связи Юрий Христензен. И мы продолжаем цикл программ «История гибридных войн». Юрий, здравствуйте. И мой сразу традиционный вопрос, о чём сегодня говорим. О чём сегодня будем говорить? Значит, смотрите, в мае этого года Киевский международный институт социологии провёл опрос, где задавал украинцам один простой вопрос. Где бы вы планировали, чтобы жили ваши дети? Планируете ли вы, чтобы они оставались в Украине? В мае-то уже был разгар войны. Значит, ответы такие. Если война затянется, то 43% граждан Украины планируют, чтобы дети оставались в Украине. Соответственно, 57% хотели бы, чтобы они выехали куда-то жить в более безопасное место. Если будет подписано перемирие, то в Украине хотели бы, чтобы остались 55%. И если Украина вступит в НАТО, либо получит какие-то другие железобетонные гарантии безопасности, то 85% граждан Украины хотели бы, чтобы их дети остались здесь. Какой вывод мы можем из этого сделать? На подобное решение очень сильно влияет уровень безопасности на стране. Потенциально, если не будет обеспечена безопасность, то вот эта разница между 43 и 85% — это 15-20 миллионов граждан Украины, которые сейчас еще двора, но которые могут покинуть страну. Вот. И сегодня мы поговорим, то есть темой нашей передачи будет, что нужно изменить в нашей системе безопасности для того, чтобы эти 15-20 миллионов в Украине оставить. Вот. Мы, ну, я уверен, что и у вас, и у многих зрителей, как бы, ответ на этот вопрос есть, но мы не будем отвечать на него прямо, а мы попробуем сделать иначе. Мы сегодня попробуем построить некоторую прекрасную Украину будущего. Ух ты! Наши дети захотят оставаться, и мы захотим, чтобы они там оставались. Вот. И конкретно мы будем исследовать, что нужно изменить в существующей системе безопасности, вот как мы ее строим, чтобы она была, ну, на уровне Швеции и Финляции, которые легко вступили в НАТО буквально за пару месяцев без всяких там бюрократических процедуков. Вот. Для этого приготовьте ручку-листик. Значит, смотрите. По данным Минфина, в прошлом году бюджет Украины был полтора миллиарда гривен. Это расходная часть бюджета. 300 миллионов – это то, что мы потратили на безопасность. Из них чуть меньше – это прямое финансирование Минобороны, и чуть больше половины – это все остальное. То есть внутренняя безопасность, суды, СБУ. В Украине 30 миллионов избирателей. Вот у меня к вам просьба. Если мы поделим 300 миллионов бюджетной безопасности на 30 миллионов взрослых украинцев, мы получим, сколько каждый из нас в год, ну, в прошлом году потратил на безопасность. Если мы миллиарды поделили на миллионы, мы получим 10 тысяч гривен. Каждый украинский избиратель в прошлом году потратил на свою безопасность. Вот эту цифру просьба записать. 10 тысяч гривен каждый избиратель. Внимание, избиратель. Не гражданин, а избиратель. Гражданин. Взрослый гражданин Украины. Имеет право. Так. То есть детей мы сюда не учитываем. Но все пенсионеры, все категории остальные входят. Вы в прошлом году потратили 10 тысяч гривен на безопасность. Я потратил. У меня семья из четырех человек взрослых. То есть вся моя семья заплатила в прошлом году за безопасность 40 тысяч гривен. То есть мы говорим, в этой сумме это цена, это деньги потраченные за год. Вот это тоже важно. В прошлом году конкретно на сайте Винфина есть цифры. Мы поделили и получили то, что мы в прошлом году потратили. Есть такое. Вот. Теперь вопрос к вам. Где мы, собственно, эту безопасность и как покупаем? Где мы берем деньги на эту безопасность? И где тот супермаркет, где мы эту безопасность покупаем? Ну, из налогов, конечно. Люди платят налоги в государственные бюджеты, соответственно. А где? У кого покупаем? У наших силовых структур. Ну, фактически. Мы и платим за то, что они защищают нас. И что мы можем изменить в наших силовых структурах? Это сложный вопрос, потому что тут нужно конкретный вопрос ставить. Конкретно? Где мы выбираем? Вот мы принесли, вот вы принесли 10 тысяч, я принес 10 тысяч. И у нас есть возможность выбора. Кому отдать? То ли армии, то ли там СБУ, то ли МВД? Вы об этом говорите? Смотрите, напрямую мы это не решаем. У нас то, что называется представительная демократия. Главнокомандующего мы выбираем? Нет, не выбираем. Главнокомандующий у нас по конституции президент Украины. А, вы имеете в виду президента, верховного главнокомандующего? Верховного главнокомандующего. Тогда, конечно, выбираем. Мы приходим на президентские выборы и выбираем всех главнокомандующих. Прекрасно. Значит, главнокомандующий, он у нас назначает СНБО и представляет ряд силовых министерств, главных силовых министерств, парламент. Парламент, собственно, принимает вот этот бюджет, в котором написано, сколько налогов мы должны заплатить. 10 тысяч, либо 20 мы должны заплатить. И куда эти налоги пойдут? Плюс парламент, собственно, назначает всех министров. И министра обороны, и министра МВД. И парламент мы выбираем? Конечно, выбираем. То есть наш супермаркет, в котором мы покупаем безопасность сегодня, и уровень, который нам не нравится на сегодняшний день, мы покупаем на президентских и парламентских выборах. И делаем мы это раз во сколько лет? Раз в пять лет. Раз в пять лет. Значит, если мы 10 тысяч гривен тратим на безопасность в год, то сколько мы раз в пять лет на этих выборах поручаем, на безопасность нашему президенту и парламенту? За пять лет мы поручаем каждые 50 тысяч гривен. То есть, когда происходят выборы, мы в том числе покупаем безопасность, ну, кроме здравоохранения и других уличных услуг, и платим конкретно за безопасность 50 тысяч гривен. Вот так выглядит тот супермаркет, где мы покупаем безопасность, как мы ее заказываем. И, собственно, та безопасность, уровень которой мы хотим сейчас повысить. Теперь у меня в семье четырех человек. То есть раз в пять лет моя семья покупает себе безопасность на 200 тысяч гривен. Теперь давайте попробуем разобрать пример и дальше на основании его подумать, как лучше, собственно, эту безопасность покупать. Вот, допустим, я захотел сделать, не знаю, косметический ремонт для себя в квартире. Я ищу прораба, который на 200 тысяч гривен, там, не знаю, поменяет кафель, трубы какие-то, там, окна, обои переклеит. Вот, вопрос. Как вот вы бы, вы когда-нибудь делали ремонт? Конечно, все люди делали когда-нибудь ремонт. Как вы думаете, прораба? Ну, разные были. Мне советовали, я знала. Я знала, по примеру, каких-то там своих знакомых хороших. Вы смотрели примеры работы? Конечно. Еще вопрос. Когда вы уже выбрали прораба? Вы ему сразу отдали 200 тысяч и ушли, сказали, позвоните, когда закончите? Или вы его контролировали в течение? Ну, конечно, контролировала. Постоянно контролировала. Я даже знала, где каждая труба как лежит. Прекрасно. И при этом я наверняка уверен, что вы все равно допустили либо ваш прораб, какие-то ошибки ваши строители. Но, в принципе, качеством ремонта в конце вы были более-менее довольны. Я вам хочу сказать, что ошибок практически не было. И качеством ремонта я очень даже была довольна. Прекрасно. То есть, если вот эта модель поведения приводит к тому, что мы тратим какие-то деньги, 50 тысяч гривен человек, и получаем качественную услугу, то, наверное, ее же можно попробовать применить вот к нашей задаче. То есть, купить безопасность на парламентских и президентских выборах. Что нам надо для этого сделать? Вы говорите, мы сначала узнали у знакомых, походили, посмотрели примеры работы. Правильно? Ну, конечно, да. У нас есть политические партии, у них есть официальные отчеты на сайте НСК, их можно совершенно спокойно скачать, они в открытом доступе, и посмотреть, какую деятельность там этот прораб по безопасности вел там последние годы. Сдавал он что-то, не сдавал. Как выглядело его финансирование, что он как делал. Вот. Ну, тут такое дело. Вот тут же партии, они могут быть во власти, могут быть в оппозиции, они могут влиять на принятие решений, могут быть лишены влияния на принятие решений. Вот тут тоже так не все просто. Прорабы тоже бывают разные. И строители бывают разные. Мы сейчас говорим немножко о другом. Если не искать строителей, не смотреть, не спрашивать своих знакомых, не смотреть примеры их работы, а просто основываясь на рекламе этих строителей, дать им 200 тысяч гривен, и уйти до конца ремонта, а потом прийти и посмотреть, скорее всего у нас будут претензии к тому качеству, которое мы получили, тем ценам, которые они нам выставили на обои, и к тому, что вместо итальянских обоев у нас будут какие-то там турецкие. Вот нам продадут. Ну, это логично с точки зрения строителей. Они уже вложились в рекламу, чтобы вы к ним пришли. А дальше, если вы не контролируете, ничего не узнала. Наверняка есть сложности при том, чтобы эту модель поведения применить к партиям. У нас сейчас разговор немножко о другом. Если мы ее не будем применять, а не считая, будем относить им раз в пять лет деньги, причем половина будет относить, у нас явка была на парламентских выборах, чуть меньше 50%. А другая половина будет, «Слушайте, вы отнесите мои деньги и там сами выберите, кто мне сделает приморку». Потом не контролировать их в течение пяти лет, не считая дать деньги, передать через соседа, пенсионера, который напротив живет и смотрит телевизор. А потом не контролировать. Наверное, мы можем получить проблемы, которые мы хотим решить. Вот сейчас отстрою нашу прекрасную Украину будущего, в которой будут жить наши дети, и мы будем хотеть жить в такой стране. Так, ну, давайте так. Есть, где посмотреть, есть опять же по конкретным политикам, их налоговые декларации. Мы можем посмотреть, если человек, допустим, работал и получал зарплату, ну, условно, там, 20 тысяч гривен, а декларирует автопарк, яхту, 10 квартир, частный дом, там, вертолет, набор картин, золота, украшений, дорогие часов. Наверное, это не тот прораб, которому мы бы захотели доверить, поклеить нам обои. Наверное, это тот, который клеит турецкие обои под видом итальянских, а на оставшуюся, значит, вот эту разницу, уже покупает себе часы, квартиры и автопарк. Вот, наверное, можно спросить у специалистов. Наверное, можно во время выборов прийти в штаб и поволонтерить, посмотреть, то есть там, другие тоже волонтеры, или это просто покупают услуги, там, ребят, которые разносят все эти флэера. Вот, то есть, ну, можно при желании узнать, и вообще говоря, ну, в других же странах как-то узнают. Мы же приводили, в пример, Швейцарию, Швеция и Финляндия, которых приняли нам. Они же как-то, их избиратели, с этой задачей справляются. Ну, по крайней мере, предположить мы можем, что нужно поступать так. А теперь вопрос. Как вы думаете, сколько украинских избирателей так поступает? Ну, то есть, модель, как мы выбираем строителей для ремонта, и такую же модель используют, когда они покупают в нашем супермаркете безопасность? Я бы хотела думать, что процентов 40, но боюсь, что где-то процентов 20. Ну, я вас огорчу еще меньше. То есть, те, кто смотрит отчеты на сайтах НЗК, те, кто читает программы, те, кто вот в программе написано, что я обещаю вот такую-то безопасность, независимый суд, всех коррупционеров посадить. И потом они в течение еще пяти лет этих строителей, грубо говоря, контролируют до окончания ремонта, до следующих выборов. Вот таких людей гораздо меньше. Даже чем, я говорю, 40%, даже меньше, чем 10%. А теперь давайте посмотрим на результат. Финляндия была частью Российской империи. Граница Финляндии с Россией сравнима по размеру с границей Украины с Россией. То есть, меньше, но сравним. До 1917 года в Финляндии русский язык был официальным языком. Военные расходы Финляндии чуть меньше украинских. У них 4 миллиарда евро, у нас примерно 5 миллиардов долларов военный расход. Численность финской армии в мирное время 34 тысячи, по условиям военного времени 280 тысяч. У нас в прошлом году было 200, сейчас Резников называл цифру 700, но это все силовики. МОБ-резерв в Финляндии это 900 тысяч, в Украине миллион. То есть, давайте так, все цифры сравнимые. То есть, бюджет сравнимый, численность сравнимая, МОБ-резерв сравнимый. Но в Финской армии есть, допустим, 200 танков «Леопард». В Финской армии есть 22 вот этих самых МЛРСа, которые нам сейчас поставили примерно в таком же количестве Химарса и МЛРС, и которые нам наводят шорох на нули. В финских ВВС есть 60 самолетов F-18 со всеми этими новейшими противодатурадарными ракетами. То есть, нападение на Финляндию, оно, вот все вот эти колонны, если бы они стояли не под Киевом, а под Хельсинки, они бы в первые же часы было подавлено ПВО, были сбиты все российские самолеты, и было бы Химарсами разнесена вся эта колонна. То есть, там бы нечего было выводить буквально в первые же часы. То есть, мы видим, что финны имеют сравнимый, ну, меньшая численность населения, но сравнимые характеристики цифры в сфере безопасности и сравнимые условия. они получили армию, ну, качество, уровень безопасности выше. Я не знаю, проводятся ли такие же опросы в Финляндии, но я уверен, что если бы они проводились, то там количество взрослых финнов, которые бы мечтали о том, чтобы их дети жили не в Финляндии, оно было бы гораздо меньше. как до войны, так, ну, если бы не дай бог, там все-таки в России напал. Но вообще говоря, вот это качество финской системы безопасности мы сейчас прямо видели, когда Финляндию принимали в НАПО. Туда поехали, в сторону Финляндии, все эти скандеры, были перемещены войска, были страшные угрозы о том, что мы не допустим и все такое. Но потом как-то бах, и президент российский говорит, ну, это же Финляндия, это как бы внутреннее дело. Хочешь, вступает в НАТО, не хочешь, не вступает. Все, никакой территорики убирайте за границей 1997 года, НАТО нам угрожает. У нас это будет самая большая граница с НАТО и Россией. Вот, это все страшно. Потому что просто военные посчитали, что на страну с Ф-18, новейшим оружием, танками, леопарты, всеми этими эмалересами нападать себе дороже. То есть цель армии, вообще цель системы безопасности не для того, чтобы отразить атаку агрессору. Цель, чтобы он посчитал и отказался от агрессии. Вот это цель. Потому что все остальные условия для агрессии в Финляндии есть. Как риторические, так и вот исторические, что это прямо вот наша, прямо вот культурная была когда-то жемчужина, Финляндия, жемчужина в Российской империи. Теперь вопрос опять же к вам. Смотрите, почему при чуть меньшем бюджете Финляндия сумела все вот эти образцы новейших вооружений закупить? Которые, они начали поставлять уже после начала агрессии, и Украина не влияет на этот процесс. То есть, постоянно влияет сопротивлением, но напрямую нет. Это зависит от наших союзников, как они будут поставлять. И сейчас у нас этих амаляресов примерно столько же, сколько в Финляндии было до 24 февраля при меньшем бюджете. Как вы думаете, почему? Ну, очень много причин для этого может быть. Их можно перечислять многократно. У нас не хватало денег, нам не продавали это оружие, мы не готовились к войне, мы по-другому ввели там какую-то свою, у нас была какая-то своя оборонная стратегия. В общем, много всего. Денег столько же, наш военный бюджет даже чуть больше. Не продавали, Финляндия тоже не была члена. Надо ей продавать. Вот. То есть, если мы будем рассматривать все эти вопросы, окажется, что непреодолимым является только одно. Как мы приходим в супермаркет и получаем свою безопасность? Покупаем. Вот как мы ее покупаем, эту безопасность, такую безопасность мы имеем. То есть, финны в этом смысле они просто более рациональны. Резников недавно у него было интервью, наш министр обороны, и он там рассказал такую интересную вещь, что после 24 февраля надо же было закупать оружие, в том числе и в европейских странах. Вот. И они взяли пять спецэкспортеров, у которых была лицензия, у Минобороны, кстати, лицензии не было. Вот. И они попросили их по миру, значит, вот по спискам оружия покупать. Потом им позвонили из одной приличной страны демократической и сказали, вы знаете, тут ваш спецэкспортер пришел, и то военное оборудование, которое стоит 400 долларов за штуку, он предлагает купить за 630. Ух ты! Да, и разницу между 400 и 630, ну, как-то поделить. Вот. На что Резников сказал, что мы там этого спецэкспортера отстранили, мы подали в СБУ, значит, данные об этом, значит, инциденте будет расследование и прочие замечательные вещи. То есть, смотрите, в таких условиях, в таких условиях украинская армия будет получать не западное оружие, у которого коррупционная привлекательность маленькая, там либо тебе не заплатят, либо даже вот так вот позвонят министру обороны и скажут, ну, как же так, вы тут воюете, а вот такие дела происходят. А украинская армия будет получать то оружие, которое как раз имеет коррупционную привлекательность. Ну, потому что это выгодно специмпортеру, а не безопасность, которую мы купили каждый из нас за 50 тысяч гривен на выбор. Резников сказал, мы там сейчас будем создавать отдел логистики, мы будем получать на себя спецлицензию на покупку оборудования, ну, на Минобороны. Мы будем этим заниматься, ну, потому что Резников пришел на Министра обороны, пришел, вообще говоря, в прошлом году, когда уже были серьезные подозрения о том, что будет конвенциональная война, человек пришел из конкурентного бизнеса, где, ну, не надо было платить взятки, это не было, он смотрит это как человек из бизнеса, грубо говоря, вот когда вы сказали, как вы лично делали ремонт, вот он вот так подходит к этой проблеме. Но до этого все наши замечательные голосования, где мы покупали безопасность, где мы, ну, на мой взгляд, нерациональны действия, потому что нельзя назвать рациональным, когда ты платишь 50 тысяч гривен, не считая просто пакетов, вообще не заглядывая, сколько там денег. Вот, когда ты ориентируешься только на рекламу, вообще не проверяя качество поставщика, ведь, если посмотреть наши политические партии, они на каждый выбор проходят какой-то ребрейзинг, люди те же, а названия уже какие-то новые, потому что у них уже репутация за предыдущее время, она подмочена, и те же люди просто приходят под новым брендом, они цепляют новую рекламу, но если наш способ покупать безопасность не меняется, просто новую рекламу покупаем ту же строительную фирму, которая нас всегда обманывала, потом удивляемся, почему это произошло, говорим, что политика грязное дело, что честные люди туда не идут, значит, что нас все равно обманывают, но опять же, есть Швеция, есть Финляндия, в которой почему-то это не происходит. Теперь опять вопрос к вам, как вы думаете, почему Финляндию приняли за пару месяцев НАТО, а Украину уже много лет не могут принять? Много, может быть, причин политические, я не знаю, геополитические, соответствия стандартам, вот стандартам по многим критериям, по военным стандартам, по политическим стандартам, по юридическим, по антикоррупционным стандартам, куча всего, очень много всяких нюансов. В принципе, все правильно сказали, я попробую это объяснить, но прочее. НАТО это военный союз, который защищает страны с единой системой ценностей, либеральных, демократических, ценностей свободы, вот, допустим, по ценностям свободы в Украине нормально, у нас мы свою свободу ценим, а, допустим, по верховесту права, у нас-то ценность, ну, как бы она где-то есть, но она почему-то, то есть, вот, кто-то там должен прийти, где, мы всегда говорим, куда смотрит милиция, когда мы что-то обнаружим. То есть, мы почему-то считаем, что вот это верховесто права, оно касается, ну, где-то наших силовых органов, нашего госаппарата, ну, а нас она так, вот, рациональные покупки в супермаркете, да, безопасности, то есть, финны, у них, извиняюсь, демократии сто лет, я уверен, что и мы через сто лет научимся, даже если бы не было войны, мы бы через сто лет тоже научились выбирать себе политиков, которые нам, это же не только безопасность, медицину, как вы считаете, медицина лучше в Финляндии либо Украине? Мне кажется, мы тут немножко упрощаем, потому что, вот, во-первых, и в таких хороших, известных либеральных демократиях половина людей, иногда меньше, половина ходит на выборы, что с партиями там тоже не все всегда так гладко, что коррупция по большому счету такая или иначе, такая или другая существует везде, мне кажется, это слишком такое упрощенное понимание, я бы сказала, такое идеальное понимание стало. Вы никогда не преподавали? Нет, нет. У вас, по-моему, мама была учительницей? Да, моя мама была учительницей, да. Я могу сказать, что дети, ну, я преподавал когда-то немножко, вот, что, ну, студенты, они примерно такой же, когда они не выучили урок, примерно такой же набор оправданий, что, ну, вот эти отличники, они тоже не всегда учат уроки, они тоже не всегда это делают, и эти тоже не всегда. Но мы видим по результату, по качеству жизни, по уровню безопасности, по тому, куда хотят в этом соцопросе украинцы, чтобы их дети выехали. мы просто по этим вещам видим, что, да, у них там тоже там и коррупция чуть-чуть есть, и с партиями все в порядке, но масштабы, да, уровень приводят к тому, что почему-то украинцы в вопросах говорят, мы хотим, чтобы, а, в случае окончания войны, 57% наших детей и внуков уехало жить в Европу, жить, не спасаться от войны. Если будет мирное соглашение, то 45% украинцев отвечают, что все равно они хотели бы, чтобы жили в Европе. Если Украина вступит в НАТО, то 85% хотят, чтобы в Украине, соответственно, 15% все равно хотят, чтобы их дети жили в Европе. Это нормально для любой страны. Миграция сейчас же очень развивается. При любых условиях сколько бы вы хотели, чтобы ваши дети уехали из Украины. 2%. То есть, если туда добавить безопасность еще образования, медицины и все эти замечательные вещи, качество госуслуг, качество экологии, то 98% хотели бы, чтобы их дети оставались в Украине. Но у нас нет других украинцев. Понимаете? Для того, чтобы построить в Украине Финляндию, у нас недостаточно финнов. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас улучшилась и безопасность, и медицина, и здравоохранение, и другие публичные услуги, это зависит только от нас. Я уверен, что среди 30 миллионов украинских избирателей, взрослых украинцев, есть там, ну, две с половиной сотни людей, чтобы достаточно профессиональных, честных, чтобы ими заполнить наш парламент. То есть, есть кандидаты, опять же, честные, профессиональные, на постпрезидента, на мэров. Можно найти среди. Как-то же финны из своих 5,5 миллионов жителей нашли. Вот. Ну, я не верю, что мы не можем их найти. И я предполагаю, опять же, это пока гипотеза, что проблема не в том, что у нас нет хороших президентов, хороших парламентариев, хороших бизнесменов для этих спецспортеров. А проблема, она какая-то системная, и она в другом месте немножко находится. И в результате этой проблемы работает отрицательный отбор. который туда выводит людей, которые почему-то обеспечивают нам низкий уровень вот этих публичных услуг. Ну, давайте мы иначе на это посмотрим. Смотрите, если политик до выбора может рассчитывать только на ближний круг, то разумно, что после выбора ближний круг может рассчитывать на политика. Потому что получит вот эту лицензию и станет какие-то там спецспортеры. и будет финансировать на следующих выборах следующего политика, которые продлили ему лицензию. Вот. Мы упоминали сайт на ЗК. Я когда-то смотрел, у меня есть статистика из официальных отчетов наших парламентских партий о финансировании их текущей деятельности. Так вот, средний донорский взнос от одного донора. Там от 180 тысяч до миллионов с небольшим. средний взнос. Разумно предположить, что такой парламент при такой форме финансирования представляет интерес, который могут из своего семейного бюджета выделить на это финансирование несколько сотен тысяч гривен. Ну, разумно предположить. Вот. Там же есть всего 17 взносов до 500 гривен от 30 миллионов украинских избирателей. От остальных. Ну, опять же, было бы глупо, на мой взгляд, надеяться, что такой парламент, выбранный таким способом, который финансируется таким способом, будет представляться интересы этих 30 миллионов избирателей, которые ему пожертвовали 17 взносов до 500 гривен. Когда у него есть тысячи взносов по сотням тысяч гривен. Вот. Ну, давай так, если смотреть на причину, почему такое может быть, то я предполагаю, что причину нужно искать где-то там. Вот. Если, почему вот этот отрицательный отбор работает, ну, наверное, среди строителей тоже работал бы отрицательный отбор, если бы мы им давали деньги не считая, потом не контролировали ремонт. То есть количество строителей, у которого было бы деньги на рекламу, чтобы вы приходите в строительный супермаркет и все облеплено рекламой. Вот туда вы проходили отрицательный отбор, когда те строители, как раз те строители, которые обманывают своего покупателя, вот, и часть денег, которые они у него воруют, они вкладывают как раз в рекламу. А те строители, которые честно работают, клеят честно обои, берут небольшие деньги за свою работу. Они там просто не купят деньги за рекламу. Там будет стоимость квадратного метра на билборде в этом строительном супермаркете. Такая, что туда честный строитель просто не попадет. Вот. Ну, опять же, это предположение, ну, я хотел бы услышать тогда какую-то обратную гипотезу, почему такое может быть, почему Финляндия за 4 миллиарда евро военного бюджета покупает все эти Химарси, и F-18, и все эти танки немецкие, а Украина за 5 миллиардов долларов может купить. При том, что в Финляндии войны нет, а в Украине война есть в 2014-м году, может быть, потому и война есть, что у нас этих танков нет, и мы так выбираем. Ведь на самом деле все эти гибридные войны, о которых мы говорим, они не за территорию, они за идентичность. Вот, когда-то я приводил описание гибридных войск, войн начала 90-х в Молдове, в Грузии от депутата Верховного Совета полковника Палтинса. Он говорил, мы берем часть страны, на которой люди хотят в СССР, у которых советская идентичность, мы ее оккупируем с помощью вот такой гибридной операции и потом используем как якорь для того, чтобы вся страна не могла двигаться в сторону от Москвы, Евросоюз и прочие вещи. То есть это войны с идентичностью. Хорошо, давайте вернемся все-таки к нашей задаче, нам нужно построить правильный будущего, в который захотят жить наши дети. Мы предполагаем, что нам нужно примерно так покупать безопасность, чтобы ее уровень повысился. А теперь вопрос, а почему все-таки большинство украинцев так свою безопасность на выборах не покупает? Сейчас мы не будем говорить сколько, пока будем считать, что в любом случае большинство так свою безопасность на выборах не покупает. Не считает, не смотрит отчеты, не читает программы, не контролирует политика после выборов. Наверное, есть определенное недоверие к разным политическим силам, потому что, как правило, многие из них идут с одними лозунгами, а реализуют совершенно другие. Наверное, как-то так. если упрощенно, да? Нет, вы абсолютно правы с одним небольшим пояснением. Если бы мы также покупали строителей, они навсегда халпулили и воровали, у нас бы тоже ко всем строителям возникло недоверие. То есть недоверие – это следствие, а не причин. Меня все-таки интересует причина, почему мы так поступаем, почему мы так не поступаем, когда делаем ремонт, но так поступаем, когда покупаем безопасность. Хороший вопрос, не знаю. Ну, давайте… Как думаете, интересно? Да, давайте тогда подумаем вместе. Ну, первое, смотрите, собственно, вот эти электоральные навыки, о которых вы говорили, ремонт мы в Советском Союзе сделали. Нанимали каких-то шабашников, искали их через знакомых, тоже смотрели, тоже следили. То есть у нас радикально это дело не поменялось сейчас. Появились новые материалы, новые инструменты, но радикально сама модель человека, покупателя вот этой услуги по ремонту, она не изменилась. А вот электоральных навыков выбора политика, поддержки политика у нас не было в Советском Союзе, у нашего поколения, моего. У нас была одна политическая партия, за которую надо было прийти сто процентов на выборы и сто же процентов за нее проголосовать. Как вы понимаете, в таких условиях появиться навыком вот этого конкурентного политического выбора было негде. И мы, соответственно, эти навыки не могли передать своим детям новому поколению. У нас пенсионеры, люди третьего возраста, они ходят на выборы, как в СССР. Единственное, что они смотрят рекламу этих политиков, бригад, они идут, относят им, опять же, деньги не считая, пенсионеры точно так же платят налоги. Они платили налоги всю жизнь, они финансируют бюджет через часть предприятий, через работу предприятий, которые при них были построены, они платят за квартиру, они даже когда булку хлеб покупают или талончик в трамвай за проезд оплачивают, они все равно платят какую-то сумму налогов бюджет. А мы еще, молодежь вообще не ходит на выборы, то есть там очень маленький процент. Они говорят своим бабушкам, объективно, они говорят, вы лучше разбирайтесь в безопасности, вы пойдите, пожалуйста, для нас тоже купите, вот вам мои 55 гривен, а потом молодежь удивляется, почему в Украине не очень хорошо жить, а в Европе хорошо. Вот, значит, это первое, отсутствие навыка. Второе, давайте посмотрим, когда мы делаем ремонт, мы покупаем себе некую личную услугу, комфорт в нашем доме, а безопасность это общественная услуга. Ну, то есть мы, конечно, платим вот эти вот здесь тысяч в год, 50 тысяч выбора, но мы покупаем некую услугу для всех. И если, ну, грубо говоря, все пойдут и купят эту услугу, а один человек не пойдет, он все равно получит тот же самый уровень безопасности. В этих условиях возникает та самая проблема безбеления. Ну, чтобы ее объяснить, допустим, сейчас этого уже нет, а когда я был молодым, у нас в подъездах часто выкручивали лампочки. Вот, потом перестали выкручивать, но и менять никто не менял. То есть я менял в подъезде лампочку все время, все время матерюсь, потому что каждый из соседей думает так, лампочка светит одинаково для меня и для соседей, сейчас она перегорела. Если я чуть подожду, кто-то из соседей поменяет, свет у меня будет. вот когда речь идет о вот таких общественных благах, то, что называется неделимых, которые общие для всех, если ты не заплатил налоги, если ты не пошел на выборы, если ты пошел, но проголосовал не рационально, а за какой-то продуктовый пакет, за скамейку меддепутата, которые тебя поставили, за какую-то рекламу, которую ты увидел, за газету, которую ты прочитал, вообще не проверяя и не контролируя, то ты получишь такой же уровень безопасности, как и тот, кто волонтерит, сейчас воюет на фронте, жертвует какие-то деньги, то есть у государства будет тоже саргумный уровень безопасности. Поэтому проблема безбилетника, ну вот это вторая, на мой взгляд, основная проблема. Первое, отсутствие налогов у нашего поколения, мы не могли их передать. В Финляндии 70 плюс процентов ходили на парламентские выборы, и они голосовали, то есть у них родители также голосовали, у них бабушки с дедушками также голосовали, они все дело изучали, они волонтерили, они какую-то копеечку своим политическим партиям жертвовали. Они не все, но какая-то часть потом контролируют, чтобы предвыборные обещания соблюдались. И не дай бог, какая-то финская партия что-то не выполнит, какой бы вот этот общественный договор во время выборов. А вот, не дай бог кто-то узнает про вот такой вот случай коррупции, это же все, полетят головы, будут увольняться. А здесь министр обороны сказал, все послушали сказать, ну да, как всегда, ничего не обычно. А вот, значит, что еще хочу добавить? Вот эти проблемы Украины, они не уникальны. Есть десятки книг, статей про вот эти инклюзивные институты, про общественные блага, делимые, неделимые, инклюзивные институты, эксклюзивные институты, трансформация, преобразование, реформы, есть Нобелевские премии, про модели поведения, какие рациональные, какие нерациональные. Вся информация есть, ее нужно просто почитать, осознать, вот задать себе вот этот вопрос, что мы хотим изменить, потому что нам уже, к сожалению, или к счастью тянуть некуда. Война уже идет, вот соцопросы показывают такие вещи. Это, ну, тоже нужно понимать, что это соцопрос, соцопрос, это не значит, что все уедут, вся молодежь уедет. Но если даже какая-то значимая часть, миллионы из этих десятков миллионов уедет, ну, я сейчас на пенсии, то есть люди третьего возраста останутся без пенсии, потому что молодежь уедет в другие страны, там с безопасностью, хорошо, и с медицином, и платят больше, и с работой, и с экологией, а мы так здесь и останемся. То есть эти проблемы нужно решать и не откладывать в долгий ящик. Если мы будем вести себя так же, как вели всегда, ничего не меняем, если мы будем ждать, что приедет Белый Принц на голубом коне и подарит нам прекрасного президента, прекрасных парламентов, посадит всех коррупционеров и сделает все за нас, такого не будет. То есть в системе, которая с отрицательным отбором, которая выдвигает вперед, дает конкурентное преимущество тем строителям, которые обманывают, не придет какой-то замечательный человек, волшебник и не сделает внутри этой системы, чтобы там все были хорошие строители, а плохих он прогонит в поганый метло. То есть саму систему надо менять. Я пока выдвинул гипотезу, не факт, что это правда, не факт, что это верно, но думать в эту сторону. Ну, я считаю, что надо и сейчас самое время. Почему? Потому что война, вот такие кризисы, они резко ускоряют социальные изменения. То есть многие люди начинают себе задавать вопросы и сказать, на них ответить. Если мы вот этот период пропустим, потому что это же, ну, я выдвинул гипотезу, кто-то еще выдвинул гипотезу, это все обсудили, посмотрели, кто-то сказал, да, это хорошо, кто-то сказал, ерунда, неважно, пришли к какому-то консенсусу, хотя бы какая-то часть людей, больше единиц процента, которые сейчас ну, рационально выбирают себе безопасность, покупают себе безопасность, считают налоги. Вот. Нужно построить стратегию, собственно, что мы будем менять, как мы будем менять. Следующий выбор у нас в 24-м году. Это вообще тифу, то есть мы не... Ну, если не будет военного положения, да? Ну, если не будет военного положения, неважно, еще раз, военное положение это следствие наших ошибок, а не какое-то само по себе, ниоткуда взявшись явление, там, метеорит, полноземли, мы не могли ничего предотвратить. Мы могли предотвратить, мы можем это исправить, и надо думать, что с этим делать. Значит, давайте так, по этой части у меня все. Я, если есть у вас вопросы, на них отвечу и проанонсирую следующую передачу. Тогда давайте проаннотируем следующую программу. Да, смотрите, мы сегодня говорили, что НАТО, это вообще, говоря, оборонный союз стран с одинаковой системой ценностей. Они могут быть совершенно разные по политическому устройству, могут быть парламентские демократии, могут быть конституционные монархии, могут быть республики, президентские, конфедерации, федерации, все что угодно. То есть, то, что это объединяет это система ценностей. Тоже важная вещь, которую мы мало говорим и о которой пора говорить, потому что нас все равно ждут перемены. Если мы эти перемены не совершим, мы останемся без страны. Это объективно, даже если будет перемирие. На следующей передаче я планирую выловлено всемирное исследование ценностей, сравнить ценности украинцев. Ценностями стран надо, что и как у нас отличается, что похоже, и оно помогает нам все-таки не скатиться в авторитаризм. Что нужно чуть-чуть допилить, чего нам не хватает. Почему, собственно, можно, раньше можно было выкрутить лампочку в подъезде, а сейчас тоже непопулярно. Вот не вкрутить, еще, да, а вот так, чтобы выкручивали. У нас в подъезде на лестничной клетке лампочки в железных решетках стоят до сих пор. Их уже никто не выкручивает, просто приварили когда-то решетки, никто их не отвалит. Вот, то есть поговорим об этих вещах. Опять же, это важно, потому что гибридные войны идут сад нашей идентичности, вокруг нашей идентичности. И вот на Финлянде не нападают, в том числе, потому что это демократия. Она эффективна, у нее все эти МРСы есть и все эти истребители, потому что она демократия. При меньшем бюджете, меньше армии мирного времени, и медицина у них лучше, и много других вещей. У меня все тогда будет лайки, лайкайте, по крайней мере посмотрим, потому что сегодня мы говорили вроде о гибридных войнах и совершенно с другой стороны. Если будет интересно, мы этот разговор продолжим. Юрий Христенсен был сегодня с вами на связи, за что, Юрий, мы вам очень благодарны. Спасибо вам огромное. Спасибо. И, конечно, признательно вам, наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь с нами. Это был Укрлайф ТВ. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok